Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самарской области продолжают бороться с лесным пожаром в Рачейском лесничестве Сызранского района. Включение отопления в жилых домах и завершение дорожных работ по новым контрактам. Эти темы обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Губернатор Самарской области Вячеслав Федоричев поздравил представителей старшего поколения с Днем пожилых людей. Под звуки органа в Самаре прошел музыкальный вечер, посвященный 210-летию со дня рождения Константина Грота и 170-летию Евангелической Литеранской Церкви Святого Георга. С 1 октября жители Самарской области смогут получить 15 тысяч рублей за содействие в привлечении на службу по контракту. Выплату за информирование о преимуществах службы, помощь в прибытии в военный комиссариат или пункт отбора по контракту и заключение контракта с вооруженными силами России сможет получить любой житель Самарской области. Основанием для получения денег является справка, которую выдадут в военном комиссариате. С 1 августа в регионе увеличили единовременную выплату при заключении контракта с Министерством обороны. Теперь она заставляет 1 миллион 205 тысяч рублей. Всего же за первый год службы с учетом региональных выплат можно заработать 3 миллиона 700 тысяч рублей. В Самаре прошло первое собрание участников программы «Школы героев». Проект направлен на помощь участникам СВО в получении ими дополнительного образования, управленческих знаний, навыков и в освоении новых профессий с перспективой дальнейшего трудоустройства на предприятия региона, либо поступления на государственную или муниципальную службу. Ранее этот проект презентовал президенту России Владимиру Путину губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Проект получил одобрение главы государства. Он станет продолжением федеральной президентской кадровой программы «Время героев». Программа «Школы героев» реализуется совместно с Самарским филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества», вузами, Сузами региона, Советом ректоров. В Самарской области продолжают бороться с лесным пожаром в Сызранском районе. По информации МЧС России, площадь горения составляет 11 гектаров. В тушении пожара задействованы 245 человек личного состава, 52 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8. К тушению также привлечены сотрудники лесной охраны Самарской области и пожарные формирования Ульяновской области. За сегодняшний день на участке, охваченной пожаром, сброшено 24 тонны воды. За все время сбросили 126 тонн. Площадь, пройденная огнем, составляет 426 гектаров. Продолжаются работы по прокладке дополнительных минполос, по квартальным просекам и внутри насаждения, а также минерализация на кромке пожара. Протяженность действующей кромки – 3 километра. По информации МЧС, пожар не составляет угрозы. Населенным пунктам пострадавших нет. Тушение продолжается, оно осложняется болотистой местностью. Вопросы, связанные с вхождением в отопительный сезон, сегодня обсудили на еженедельном рабочем совещании в городском департаменте хозяйства и экологии. 1 октября, согласно постановлению главы города Елены Лапушкиной, к источникам тепловой энергии начали подключать многоквартирные дома. Все потребители готовы к поступлению теплоносителя. Этот процесс будет проходить поэтапно в течение двух недель. Напомню, что жилищный фонд насчитывает более 10 тысяч домов. При необходимости будут адресно разбираться по каждому. Профильные службы нацелены на оперативное принятие решений. Тепло подается до входа, что называется. Дальше управляющие компании сами решают, запускать дома или запускать. Наша задача, чтобы у людей и у управляющих компаний была возможность вовремя открыть задушку. По сути, сейчас все объекты социальной сферы и так далее имеют возможность самостоятельно запускать отопление в конкретные здания. Напомним также, что в приоритетном порядке с 25 сентября отопление начали подводить к учреждениям социальной сферы. К сегодняшнему дню обеспечили подключение 25 зданий системы здравоохранения, а также 149 детских садов, 109 школ, 10 учреждений опеки. Кроме того, организована подача теплоносителя ряду объектов дополнительного образования, культуры и спорта. Ресурсом снабдили и 185 многоквартирных домов. А далее сами управляющие организации могут решить, включать отопление или нет, исходя из погодных условий и просьб жильцов. В ближайшее время запланировано открыть работу горячей линии. Обращение по вопросам подачи отопления можно будет направлять по телефонам профильного городского департамента администрации внутригородских районов и ЕДДС Самары. Информация о запуске горячей линии будет размещена дополнительно на официальном сайте городской администрации. В Самаре выполняют работы по обновлению тротуаров. Еще больше участков удалось привести в порядок в этом году в рамках исполнения дополнительных контрактов на средства, выделенные по поручению главы региона. Ремонтом охваченные автомобильные дороги. На каком этапе работы, расскажем в сюжете. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Такой народной мудрости придерживаются специалисты, выполняющие ремонт тротуара на улице Советской Армии, где имеется перепад высот. На объекте обновляют не только тротуар, но и приводят в порядок лестничные переходы. С помощью этих бетонных бордюров строители устраивают каркас будущей лестницы. После чего проемы засыпят щебенкой и уже выровняют ступени слоем асфальта. А совсем рядом угадывается силуэт будущего пандуса. Такая же схема устройства лестниц с удобством для маломобильных граждан будет и на других участках улицы. Жители отмечают, что раньше пешеходная зона и особенно лестницы были в неудовлетворительном состоянии, а дорога пользуется большим спросом. Вот мой дом, вот в эти магазины ближайшие. У меня и внуки, и на велосипедах пытаемся кататься, и на самокатах. Поэтому этот тротуар вот обязательно нужен. Работы по обновлению тротуаров проводят в рамках исполнения дополнительного контракта на средства, выделенные по поручению главы региона. Из 48 объектов на семье ремонт полностью завершен. Всего же на эту осень предусмотрели 4 доп. контракта. Все они заключены с подрядчиками, которые определены по результатам конкурсных процедур. Таким образом, ремонтом охвачены и автомобильные дороги. Так, на улице 22-го портсъезда от заводского шоссе до Гагарина идет замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Полностью выполнено фрезерование, а минувшей ночью уложили 3000 квадратных метров нового полотна. Для этого используется высокопрочная смесь последнего поколения. Подрядчики взяли на себя обязательство выполнить работы качественно и в сжатый срок. Завершить работы по всем муниципальным контрактам требуется до конца дорожно-строительного сезона, пока климатические условия благоприятные. Контролируем максимально, насколько возможно, подрядчиков. Но нужно учитывать, что ночи все равно холоднее становятся. Активизируем их и просим работать максимально и в выходные дни. Контроль за ходом работ по приведению объектов уличной дорожной сети Самары в нормативное состояние организован на каждом этапе. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, Григорий Пришаков. События. В России за последнюю неделю выросло число заболевших гриппом и ОРВИ. Всего зарегистрировали более 889 тысяч случаев заболевания. Прививку от гриппа, по данным Роспотребнадзора, сделали более 26 миллионов человек. Специалисты продолжают отслеживать и ситуацию с новой разновидностью COVID-19. За неделю число госпитализированных уменьшилось на 20% и составило 70 человек. При этом число заболевших увеличилось на 2% и составило 3261 человек. В Самарской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Как подчеркнул руководитель регионального Минздрава Армен Бинян, иммунизацию проводят 77 мобильных бригад в 51 медицинской организации. Узнать адрес и график работы прививочных пунктов можно на сайте областного Минздрава. С 1 октября вырастут зарплаты работников федеральных учреждений, госорганов, а также гражданского персонала воинских частей. Индексация составит 5,1%. Настолько же увеличиваются и военные пенсии. Средний размер после повышения составит почти 41 600 рублей. Какие еще законодательные изменения вступают в силу в этом месяце, расскажем далее. С 1 октября в России вводится обязательная маркировка для ряда товаров – кормов для животных, ветеринарных препаратов, растительных масел и безалкогольного пива. Данные товары, если они производятся после 1 октября 2024 года, либо ввозятся в страну, то они должны быть промаркированы специальным знаком. Я думаю, все видели этот специализированный штрих-код, который на молочной продукции тоже есть. И, соответственно, продавать данные товары можно будет только при наличии такой маркировки. Если же данные товары были ввезены до 1 октября 2024 года или изготовлены, то продавать их можно до окончания срока годности на них. Автовладельцы смогут отслеживать всю информацию о своих страховках в режиме реального времени и на одной площадке. С октября в России начинает работу единая автоматизированная информационная система. У нас внесены изменения в законодательство об ОСАГО – обязательное страхование автогражданской ответственности. Но, сразу скажу, новость хорошая. Во-первых, не говорят о повышении цены, что само по себе позитивно. А во-вторых, самим автолюбителям ничего делать не придется. У нас меняется законодательство в части электронного документа оборота между автовладельцами и страховыми компаниями. Повышаются возможности обмениваться по электронке документами. То есть с 1 октября у нас вступают в силу новые бланки извещения ДТП, которые предусматривают специализированный QR-код. И вот с 1 января 2025 года, воспользовавшись этим QR-кодом, автолюбители, попавшие в ДТП, смогут заполнять извещения и прочие другие документы, связанные с аварией, в электронном виде, скачав соответствующее приложение. То есть это упростит взаимодействие со страховыми компаниями. Еще одно изменение для автомобилистов. С октября сразу на 70-85% повышается утилизационный сбор на машины, ввозимые из-за рубежа. В последующем сбор будет увеличиваться на 10-20% ежегодно. Суть утилизбора в том, чтобы стимулировать иностранных производителей, к числу которых в первую очередь сегодня относится именно китайский автопром, который заполонил наш российский рынок, стимулировать их, осуществлять строительство автомобильных заводов именно на территории Российской Федерации. За самый скромный автомобиль, возимый из-за рубежа, с двигателем объемом до 2 литров, на сегодняшний день утилизбор составляет 300 тысяч рублей. Но с 1 октября данный утилизбор составит у нас 556 тысяч рублей. А со следующего года повышение станет вообще 667 тысяч рублей. И, соответственно, чем больше двигатель, тем выше утилизационный сбор. За машину с двигателем 3,5 литра утилизбор составит 1 миллион 800 тысяч, а в следующем году более 2 миллионов рублей. Эту сумму придется заплатить при ввозе автомобиля в дополнение к прочим таможенным платежам. По оценке автоэкспертов, все это приведет к росту цен на автомобили, а также на услуги, связанные с транспортом. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, события. Сегодня во всем мире отмечается День пожилых людей. Праздник провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 году и отмечается ежегодно 1 октября. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поблагодарил представителей старшего поколения за вклады в защиту, укрепление России и сохранение исторической памяти. Глава региона отметил, что знания, жизненный и профессиональный опыт старшего поколения востребованы в решении задач, поставленных президентом по достижению национальных целей. Сердца полные музыки. В Доказаря состоялся праздничный концерт, приуроченный к Международному дню пожилого человека. Подробности расскажем в нашем сюжете. Улыбки, радости, прекрасное настроение. Люди серебряных лет пришли зарядиться позитивом и отметить праздник Всемирный день пожилого человека. Для них выступили творческие коллективы. Валентина Викторова с коллегами из общественной организации не пропускают такие мероприятия. Про себя рассказывает. У нее четверо внуков и правнучка. Бабушка принимает активное участие в их воспитании. Всячески поддерживает и с радостью делится своим жизненным опытом. Мы взрослеем. Дети наши растут на наших примерах. Дань уважения. Испокон веков это было и должно быть. И нам, чем больше мы их будем воспитывать, тем ближе они будут и к Родине, и к нам. И вообще будет уважение больше для серебряного возраста. Ежегодно в первый день октября в Самаре чествуют ветеранов и людей серебряного возраста. По словам замруководителя департамента опеки, попечительства и соцподдержки городской администрации Ирины Гридневой, старшее поколение, как никто, нуждается во внимании. И день пожилого человека – очередной повод напомнить об этом людям. Это действительно достаточно очень важное мероприятие, потому что здесь стоит подчеркнуть тот безупречный опыт и знания жизненные, которые передают из поколения в поколение наши жители. Почему, опять же, это важно? Важно, чтобы они делились теми знаниями, которые у них уже есть за спиной. Пожелать им обязательно, чтобы они совершенствовались. Не забывали, что саморазвитие – это у нас путь к активному долголетию. Поэтому, конечно же, мы обязательно должны чествовать наших замечательных, не хочу говорить слово пожилых, а взрослых граждан. В рамках праздничного концерта также прошло награждение ветеранов и жителей города, отличившихся в профессиональной деятельности и социальной жизни. Им вручили дипломы и памятные подарки. Августина Охременко, Валерий Майоров, События. Далее, коротко о других темах этого дня. Аномально теплый октябрь ждет жителей Самарской области. Об этом рассказали в Приволжском гидрометцентре. Температура воздуха составит почти 6 градусов тепла, что выше среднемноголетних значений. По прогнозам синоптиков, с 13 по 27 октября наступит период окончания метеорологической осени, когда столбики термометров неизменно пойдут в сторону понижения. В ноябре среднесуточная температура будет приблизительно минус 2 градуса, что соответствует норме. В Госдуму внесут законопроект о повышении зарплат для метработников. При работе на полную ставку младший и средний медицинский персонал должен будет получать не меньше 2,5 мрот, а врач с высшим образованием не менее 4. По мнению авторов проекта, утверждение таких изменений в закон позволит восстановить престиж и востребованность профессии медицинского работника. В этом году выросла средняя стоимость подарка ко дню учителя. К такому выводу пришел сервис по поиску высокооплачиваемой работы. Среди популярных подарков букеты цветов, их планируют дарить 62% опрошенных. В топе также сертификаты, наборы чая, кофе и конфеты. Средняя стоимость подарка по России составляет 3900 рублей. 6% родителей, которые участвовали в опросе, ответили, что в классе, где учатся их дети, не поздравляют классного руководителя с днем учителя. Работа должна приносить удовольствие, а не усталость и стресс. К такому выводу пришли психологи Минздрава России. Постоянные переработки, ночные смены, неквалифицированный труд, высокая ответственность и сидячая работа могут сказаться на здоровье. Страдают иммунная и сердечно-сосудистая системы, могут проявиться метаболические нарушения. По мнению психолога, для поддержания физического и ментального здоровья важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью, уделять время себе, семье и хобби. Также следует не забывать о прогулках на свежем воздухе, здоровом сне и правильном питании. Прививку от гриппа сделали более 425 тысяч жителей Самарской области. В группе риска, по словам медиков, дети и пенсионеры, беременные, сотрудники медицинских учреждений, а также люди с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом. Как подобрать правильно вакцину, расскажет Августина Охременко. Руководитель Самарской лиги КВН Сергей Ларионов пришел на вакцинацию от сезонного гриппа. Рассказывает, к выбору вакцины подходит серьезно, чтобы избежать аллергических реакций. По мнению Сергея, прививаться необходимо, даже если у вас крепкий иммунитет, потому что последствия гриппа могут быть непредсказуемые. Для того, чтобы избежать, чтобы ты оставался в строю, для того, чтобы ты мог много времени уделять своей семье, своей работе, своим близким и друзьям, и социальной жизни, обязательно нужно сделать прививку. Почему это важно? Во-первых, это не больно, во-вторых, это быстро, в-третьих, это бесплатно, в-четвертых, ты остаешься полноценным человеком, и буквально на следующий день или через час ты идешь на работу. По словам врачей, каждая вакцина имеет свои показания. Прежде чем привиться, они должны посетить своего лечащего врача. Врач знает пациента, знает его сопутствующие заболевания, состояние его здоровья, и он ему порекомендует именно ту вакцину, которая ему показана. Все вакцины поступают ежегодно, они изготавливаются именно под сезон гриппа, который наступает, то есть с учетом тех штаммов гриппа, которые планируют в этом году. После вакцинации от гриппа важно соблюдать определенные рекомендации. Не мочить место инъекций в день прививки и избегать тяжелых нагрузок. Иммунитет формируется в течение двух недель, поэтому, по словам врачей, именно сейчас самое подходящее время сделать прививку. Информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах можно найти на сайте областного министерства здравоохранения. Августина Охременко, Валерий Майоров, События. В Самаре прошел территориальный чемпионат по оказанию первой помощи. Участниками стали представители движения «Первых». Они ответили на теоретические вопросы и решили предложенные ситуации. Подробности расскажут наши корреспонденты. Как правильно оказать первую помощь и как вести себя в экстренной ситуации? Ребята из движения «Первых» точно знают ответы на эти вопросы. В Самаре состоялся территориальный чемпионат по оказанию первой помощи в рамках всероссийского проекта «Первая помощь». Участники прошли видеокурс по оказанию помощи. Последний этап – чемпионат. Определяет, какая из 20 команд попадет на областной уровень. Очень, наверное, популярная, потому что очень многие ребята заинтересованы. Это как раз для них такая хорошая профориентация, потому что у нас в городском округе Самара около 50 медицинских классов, именно Медицинский университет опорных. Ребята в будущем хотят поступать на эти специальности. Все знания, которые необходимо знать, но не дай бог, чтобы пришлось их применять. То есть это те базовые знания, которые должен знать любой человек, потому что жизнь, в принципе, опасная штука, и может произойти все, что угодно в любой момент, и мы должны быть готовы принять экстренные необходимые меры для помощи и поддержки от того, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Участие в чемпионате приняли ребята из 10 школ города. Артем Сидоренко состоит в движении первых уже на протяжении года. Он мечтает поступить в медицинский университет и стать хирургом, стоматологом или ортопедом. Поэтому пройти мимо не смог, признается Артем. Это очень огромный опыт работы с ребятами. Это дает очень много различных навыков. Я считаю, что профессия врача является одной из самых главных и нужных, потому что нужно, во-первых, уметь оказывать помощь человеку. В проекте «Первая помощь» себя могут показать участники движения первых от 6 до 25 лет. Андрей Горгуленко, Полина Челюкова, Сергей Баскин. События. В Самаре прошел музыкальный вечер. Единство духовного и государственного служения. Это важный день для лютеран. 210 лет со дня рождения Константина Гротта и 170 Евангелической лютеранской церкви Святого Георга в Самаре. Ольга Архипова и Александр Борисов поют в хоре Самарской и Евангелической лютеранской церкви Святого Георга не первый год. Ольга – профессиональная вокалистка, сопрано. Александр – любитель. Однако на сцену филармонии в честь 170-летия Евангелической лютеранской общины Святого Георга и 210-летия со дня рождения Константина Грота вышли вместе. Очень я люблю эту церковь и всех ее обитателей. Все, что не работа и не семья – это вот все. То есть и музыка, и дружба, и как-то вот душой там отдыхаешь, и растешь в музыкальном плане. Так получилось, что с детства пою все время. Сколько себя помню, всегда пью. Вижу, какая община была, какой она, кстати, в развитии становится. Конечно, изменения очень большие, значительные изменения. Константин Грот – имя, которое навсегда вписано в историю Самары и России. Человек, выступавший за отмену крепостного права, сделавший многое для Самарской губернии. Например, при его непосредственном участии открылись Струковский сад, драмтеатр и Самарская публичная библиотека. Константин Грот, имея, так скажем, склонность все организовать, структурировать и так далее, объединил тех лютеран, которые на тот момент уже проживали в Самаре, объединил их в общину. Для лютеран выступили как профессиональные коллективы, так и любители. В этот вечер всех объединила любовь к Богу и музыка органа. Андрей Бессонов, Полина Челюкова, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. С 7 по 20 октября пройдет монетная неделя. Об этом пишет телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Во время акции можно будет обменять мелочные бумажные деньги или без комиссии зачислить суммы на свой счет. Подробную информацию об условиях и адресах банков участников можно узнать на сайте акции. Департамент транспорта городской администрации в своем телеграм-канале информирует граждан об изменении с 1 октября автобусного маршрута номер 75. Он будет следовать от улицы Красных Коммунаров по улицам промышленности Советской армии Мариса Тореза и Авроры. Отправление первого рейса в 6 утра, завершающего в 21.30. На маршруте работают автобусы средней вместимости. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в своем телеграм-канале анонсирует работу краткосрочных смен для школьников в детском оздоровительном лагере «Волжанка». Они пройдут с 25 по 27 октября и с 1 по 3 ноября. В программу тура выходного дня включены мастер-классы по робототехнике и приготовлению пиццы, танцевальная вечеринка, игры в парке виртуальной реальности и квест-игра. Получить подробную информацию можно по телефону на экране. Администрация железнодорожного района в своем телеграм-канале напоминает жителям о том, что 2 октября в 10.40 утра на территории города прозвучат сирены и речевые сиренные установки. Их можно будет услышать в том числе и в эфире радио и телеканалов. В Кировском районе Самары проводится фестиваль патриотической песни и поэзии «Мы за великую державу». Об этом пишет телеграм-канал Кировского района. Фестиваль проходит в двух возрастных категориях – от 7 до 13 лет и от 14 до 20 лет по пяти номинациям. Заявки на участие принимаются до 27 октября. Дополнительную информацию можно узнать по телефону на экране. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok